В Москве прошли переговоры президентов России Азербайджана и пемьер-министра Армении. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выполнение соглашения, подписанного 9 ноября 2020 года по итогам 44-дневной войны. Переговоры в Кремле длились около четырех часов, по итогам которых было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. После трехсторонних переговоров Путин также провел встречи с Алиевом и Пашиняном по отдельности. В ходе встречи с президентом России Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Армения не будет предпринимать попыток пересмотра соглашений, зафиксированных в заявлении от 9 ноября прошлого года. Ситуация, которая сложилась между Арменией и Азербайджаном и складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась, и я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии заявления от 9 ноября с тем, чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении, сказал глава государства. По мнению политолога-международника Ильгара Вильзаде, Азербайджан акцентирует внимание на примирении сторон. Это делается в том числе для реализации гуманитарной составляющей трехстороннего заявления от 9 ноября, сказал он в беседе с канал 13, комментируя слова Ильхама Алиева. Мы понимаем, что гуманитарная программа подразумевает обеспечение безопасности всех жителей этого региона, как азербайджанских, так и армянских, и долгосрочная безопасность всех жителей региона в рамках азербайджанской юрисдикции является целью Азербайджана. Мы всегда говорили, что будем гарантировать безопасность армянского населения Карабаха, поскольку они также являются жителями Азербайджанской республики, и если Армения собирается строить с Азербайджаном долгосрочные отношения, основанные в том числе и на тех положениях, которые зафиксированы в трехстороннем заявлении от 9 ноября, то они, конечно, должны принимать вот эти реалии, как и есть, а не так, как им хочется их видеть, подчеркнул политолог. Как считает Ильгар Велизаде, армянская сторона должна будет по итогам встречи в Москве сделать соответствующие выводы с тем, чтобы не допустить повторения ошибок, допущенных в прошлые годы и которые привели к 44-дневной войне. Необходимо отметить о том, что азербайджанская сторона акцентирует на внимание на примирении сторон, которые открывают вот это самое соглашение. Это делается в том числе для реализации, скажем, гуманитарной составляющей. Почему? Потому что мы понимаем, что гуманитарная программа подразумевает обеспечение безопасности всех жителей этого региона, как азербайджанских, так и армянских, и долгосрочная безопасность всех жителей региона в рамках азербайджанской юрисдикции является целью Азербайджана. Мы всегда говорили, что будем гарантировать безопасность армянского населения этого края, поскольку они также являются жителями азербайджанской республики. И если Армения собирается строить с Азербайджаном долгосрочные отношения, основанные в том числе на тех положениях, которые зафиксированы в трехстороннем заявлении от 9 ноября, то, конечно, она должна принимать вот эти реалии как есть. То есть, речь идёт о деблокировании путей сообщения, обеспечении гарантии безопасности населения края, о невмешательстве в суверенные дела друг друга. Это основные принципы, на которых держится международное право. Естественно, армянская сторона должна принимать эти принципы такими, какие они есть, а не так, как им хочется их видеть. Вот в этом смысле, конечно, заявление президента Азербайджана, которые, в принципе, поддерживаются, можно так, по крайней мере, судить и президентом России, обращены в будущее. И я думаю, что армянская сторона, конечно же, должна будет по итогам этой встречи сделать соответствующие выводы с тем, чтобы не допустить повторения ошибок, которые были допущены в прошлый год и которые привели к 44-дневной войне. Давайте прежде понимаем с целью. Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...